Сегодня, детишки, я расскажу вам сказку про Ирину Волынец. В одном черном-черном городе, по черным-черным улицам, ходила уполномоченная по правам детей. И в какой бы черный-черный переулок она ни поворачивала, везде ее преследовали черные-черные билборды с черными-черными призывами. А как она их тогда прочитала? С белыми-белыми призывами взять щенка из приюта. А это, по мнению Ирины Волынец, пропаганда Child Free. Поддавшись этой черной-черной пропаганде, люди перестали размножаться. Мир захватили собачки и котики. Ня-ня-ня, ня-ня-ня. Ходят слухи, что Ирина Волынец все еще бродит по черным-черным переулкам в поисках билбордов с рекламой многодетных семей. Если поздней-поздней ночью вы будете на улице и вдруг услышите шаги за спиной и вопрос... А вы уже были в роддоме? Бегите и не оглядывайтесь. Потому что если это окажется уполномоченной по правам детей, вам придется объяснять ей, почему вы взяли из приюта котенка, а не завели тройню. Тут и сказочке конец. А кто слушал, представитель деструктивной идеологии Child Free. Пропаганда, которая будет отвод запрещена на территории РФ. И просто западный выкормыш. Кстати, вторую часть сказки, посвященную депутату, который боролся с митингами Child Free, вы можете найти в моем Телеграме. Привет, просветители. Хотел бы я сказать, что предыдущая шутка-минутка плод исключительно моего больного воображения. Но нет. Уполномоченный по правам детей в Татарстане действительно нашла скрытую пропаганду Child Free в рекламе приютов для животных. Слышите? Стучат. Думаю, вам тоже нужно немножко отойти от этой информации, поэтому продолжим сразу же после сообщения от спонсора этого выпуска. Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Оставалось теперь только есть. Иногда, когда читаешь русскую классику, аппетит приходит сам собой в любое время суток. Вот для таких случаев помните, что наш партнер, доставкой еды фудбенд собственных кухонь круглосуточно, доставит вам самые разные блюда. А с моим промо-кодом Остапов фудбенд будет приятная скидка на все заказы. В меню фудбенд много вкуснятины. Пицца из итальянской печи с разными начинками, классика, острые или вообще сладкие или вегетарианские. Тем, кто хочет рыбы и морепродуктов, большие сеты роллов с лососем или кальмаром, креветками или угрем, или кое-что еще более экзотичное, гавайские поки, большие порции, рыбные, мясные или веганские боллы для самых взыскательных, как в ресторане. А еще есть горячие азиатские блюда. Лапша, удоны, харусаме, многое другое. Если у вас голодный коллектив и лень искать и выбирать, фудбенд есть готовые сеты. Грядут встречи выпускников, к ним тоже пригодится. Закуски вроде крылышек или креветок под футбол тоже есть. А для предпринимателей у фудбенд еще есть и франшиза. Это уже если вы всегда мечтали открыть пиццерию и доставку, и зарабатывать на этом. Подробнее внизу в описании. Ну а если просто хотите вкусно поесть, пишите при заказе фудбенд промокод Остапов. И мне приятно, и спонсору, и вам большая скидка на все заказы и на любые блюда хоть каждый день. Кликайте по ссылке ниже и приятного аппетита. Вернемся к рекламе приютов, так возмутившей уполномоченного по делам детей. Уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волонец возмутилась социальной рекламой, пропагандирующей брать животных из приюта. Она считает, что это подмена понятий и завуалированная пропаганда Child Free. Ведь заводя животное, молодая пара, например, уже не задумывается о ребенке. Вот представьте, на кого направлена эта реклама. Она направлена на всех абсолютно людей, которые перемещаются по улице. У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животное из приюта. Но при этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья – это лучшее место на свете, пояснила чиновница. Действительно, где же реклама многодетных семей? В своем телеграме я уже предложил несколько вариантов подобных баннеров. 80% бедных в России – это семьи с детьми. Об этом заявил замглавы Росстата. Но это просто с детьми. А что ж там конкретно с многодетными семьями? Ведь именно этой рекламы не хватает или не волынец. Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%. Цитирует Раша Тодей Голикову. В пресс-службе вице-премьера уточнили, что за чертой бедности находится 51% многодетных семей. В этом, наверное, тоже бездомные собаки из приюта финноваты. Ну что, как рекламка? Еще немного официальной статистики. Общая задолженность россиян по алиментам составила 156 миллиардов рублей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Семья, конечно, лучшее место на земле. Кто я такой, чтобы спорить с уполномоченным? Но попытка свинтить в закаты и бросить своего ребенка без средств к существованию – это святое. Может быть, об этом волынец стоило поговорить? Всем нужны детишки, все хотят рожать всеобщее счастье. И 156 миллиардов долгов. Я для тебя какая-то шутка. Но, допустим, тебя и бедность не страшит, и алименты ты готов платить, и живешь не в Краснодаре. Так что, возможно, даже место в школе у дома найдется. Если что, подробности вот в этом ролике. Но вот есть у тебя одна плохая черта. Ты хочешь, чтобы твои дети получили нормальное образование. Ну, знаете, русский, математика, физика, химия. А не только разговоры о важном и основы православной культуры. Все понятно, бузатер, так и запишем. Хотя, как метко прокомментировал следующую новость один из пользователей интернета, патриотам математика не нужна. Краснодар разобрали, перейдем к Екатеринбургу. В 17-й школе Екатеринбурга дети остались сразу без русского языка, литературы, информатики и математики. Причина проста – нехватка педагогов. Пока что школьникам никто не дает задания, не объясняет темы и не ставит оценки. Им даже не выдали учебники. Да еще и в сентябре им предстоит написать все российские проверочные работы, которые перенесли с марта. По-моему, это просто лучшая реклама. Вот же, все для деток, рожай не хочу. Не хочу. Чтобы детишки не перетрудились, им даже из расписания выкинули русские математику. Но не ВПР. А у нас ВПР скоро, в сентябре. По-русскому мы ничего не знаем. Ребенок не готов. В прокуратуре ответили, что сейчас эта проблема везде, и учителей не хватает. Постарайтесь своими силами обучаться. По-моему, это какая-то неправильная прокуратура. Очередные предатели. Ведь буквально несколько дней назад министр просвещения утверждал, что никаких проблем с учителями в стране нет. Вот в его мире... В моем мире живут только пони. Они питаются радугой и какают бабочками. Родители написали заявление в прокуратуру, но безрезультатно. Кроме того, они встречались с директором, который пообещал им как можно скорее решить проблему. А сейчас шестиклассники ходят всего лишь на три урока в день. Впрочем, учитель русского языка в школе номер 17 есть, но на все классы его попросту не хватает. Ничего себе! Одного учителя русского языка не хватает на всю школу. А администрация там не уточняла, педагог точно по призванию работает, что ему слабо 60 часов в неделю провести. В другой школе Екатеринбурга разразился скандал с учителем биологии, который угрожал ученикам. Итог этой ситуации метко подвел классный руководитель. Само собой, ему будет сделан выговор очень строгий. У нас всего два учителя биологии, у них полная нагрузка, и другому педагогу в расписании не близает наш класс. Так что, либо так, либо так. По данным Центра экономики и непрерывного образования Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, нехватка педагогических кадров в школе сейчас составляет 250 тысяч человек. Какая интересная статистика! А почему о ней Министерство просвещения не знает? Оно же не знает? Однако эксперты полагают, что статистика занижается самими учебными заведениями за счет перегрузки учителей в школах и ситуаций, когда один педагог преподает несколько дисциплин. В реальности дефицит учителей в стране намного больше. Ну а иногда происходит то, что мы увидели в Екатеринбурге, когда перегружать попросту некого. Хоть обзагружайся, но один учитель русского языка всю школу не потянет. Часов в сутках не хватит. Хотя, если подумать, а кому учителей-то не хватает? Министру? Так у него проблем с кадрами нет. Более того, он тут недавно похвастался, что школьники идут в педагогические вузы. Депутатам? Они этим летом официально отказались поднимать учителям зарплату. Ну не нашлось у Кравцова железного аргумента для министра финансов. Три урока в день и самостоятельная подготовка к УФПР это еще не железный аргумент. Окей. Так и запишем. Волынец? Так там другая логика. Вы сначала родите, а потом думаете, где и как будет учиться ваш ребенок. Главное, в приют для животных сначала не попадите. А если никто из вышестоящих товарищей не испытывает острой потребности в учителях, то ее будете испытывать вы и ваши дети. Сергей Кравцов заявил, что в прошлом году педагогические специальности в высших учебных заведениях заняли третье место по популярности среди абитуриентов. И на этом рассуждения министра заканчиваются. Ну, потому что много студентов поступило в педвуз, значит, будет много учителей в школах. Приблизительно так рассуждает человек, который не имеет никакого отношения к образованию. Ну, то есть, Сергей Кравцов. А никого там наверху не интересует, почему студентов в педвузах много, а учителей мало? Не? Неплохо было бы и узнать, а сколько выпускников приходит в школу. Вот вопрос. Не мальчика, но мужа. А уж если вы совсем прошаренный старец фура, типа меня, то вас заинтересует следующий вопрос. А как много молодых специалистов остается в профессии после того, когда плата исчезает? Возможно, мы услышим комментарии Министерства просвещения. Возможно. А давайте послушаем людей, которые учат будущих учителей. Например, в Казани. Мы этим недавно на стриме занимались. Мониторинг выпускников очной бюджетной формы обучения показывает, что устраивается на работу по специальности только 55% выпускников. Но это в среднем по больнице. А что там с конкретными предметами? Учителями иностранных языков. Потребность в полтора раза меньше, чем выпуск. То есть выпуск как бы покрывает потребность. Но трудоустраиваются по специальности. В прошлом году устроилось всего 10% выпускников. Ой, а как это так получилось? Почему же именно преподаватели английского языка в школу не идут? Вот это задачка. Под звездочкой. Наверное, иностранный язык гены патриотизма меняет. Если у молодого человека есть возможность получать хорошие деньги, не в школе. Есть вариант получить гору проблем. Что же он выберет? Уважаемые знатоки, ждем ваш ответ. Странно. А Кравцов говорил, что у них получилось повысить статус учителя. Они выкинули из закона слово услуга и конкурс новый придумали. Да, кто не знал, этой осенью нас ждет реалити-шоу с учителями. Аналогичная ситуация с психологами. При 44 вакансиях в школах составило 285 человек. За рубеж. Но трудоустроилось по специальности 11 человек. А психологи-то что в школу не идут? Тоже что ли денег захотели? В прошлом году педагогические специальности вышли на третье место после информационных технологий и медицинских направлений. В этом году на педагогические специальности подано в полтора раза больше заявлений, чем в прошлом году. Они правда потом в школы не идут? Или убегают в ужасе от работы всего лишь один год? Но какая разница? ВУЗ идут же? В России 76% учителей получают оклад ниже минимального размера оплаты труда. Вот так престиж. Ирина Волынец, еще одна идея для баннера. Записывайте. О том, что в школах не хватает учителей, даже Путин заговорил. Хотя Кравцов его на заседании убеждал, что все чики-бабони студентов навалом. Как грязи. Три урока в Екатеринбурге. Уже целую программу разработали, которая вернет учителей. Правда, пока в первую очередь говорят об учителях математики и информатики. Правительство Российской Федерации разработать и реализовать комплекс мер по укомплектованию государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики и повышению качества их подготовки. Доклад до 15 сентября. Далее один раз в полгода. Ответственный. Мишустин. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. Во как. Теперь аж Мишустин об учителях математики заботится. Принять меры, направленные на поэтапное увеличение нормативных финансовых затрат на... Да неужто зарплаты педагогам? Да не, что вы. Министерство финансов еще не услышало железных аргументов для подобных изменений. Повышение квалификации педагогических работников и проведение их стажировок, проведение производственных практик студентов, привлечение образовательными организациями к реализации образовательных программ высококвалифицированных специалистов-практиков. Это все замечательно, но еще раз. Почему студент должен в школу в Екатеринбурге пойти? Потому что он практику проходил? Ну, логично. Обеспечить разработку и реализацию программы по производству отечественного учебного и лабораторного оборудования для оснащения им учебных кабинетов, лабораторий и мастерских. Тоже отличное предложение. Наши науки и образования в этом максимально нуждаются. Если что, это не сарказм. Только вот у вашего потенциального учителя физики, который обучался в новой классной современной лаборатории, ставка все еще меньше мрот. У правительства и министерства на самом деле практически нерешаемая задача. Им нужно каким-то образом и совершенно непонятно откуда привлечь в школу учителей, при этом не повышая зарплату. Потому что Государственная Дума уже дала четкий ответ. Никаких денег педагогам. Вот шоу организовать, выставку открыток, разговор о важном включить тему учитель, даже лабораторию отремонтировать. Это ради бога. А вот слона, все еще стоящего в комнате, эти товарищи предпочитают не замечать. С другой стороны, если все, и чиновники, и учителя, и родители, и выпускники школ забьют на это ваше образование, давайте признаем, ну кому оно нужно, и начнут просто рожать детей, ни о чем не думая, всем станет гораздо лучше. Если ты живешь с твердой верой, что бездомные животные отвлекают людей от размножения, какая там разница, что у школьников нет физики, русского и математики, а химию ведет физрук. 9 классов и рожать, и никакого дефицита учителей. Друзья, если вы хотите меня поддержать, обязательно поставьте этому ролику лайк. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм, там интересно. А я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня, и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok